Здарова! Китайские клавиатуры с функцией Rapid Trigger уже за год успели наводнить рынок и составить конкуренцию до более известному вутинг. И если первые образцы по типу Sciopat или ранней ревизии Drang Deer могли иметь при себе заметные косяки, по типу качества сборки или софта, которые еще как-то могли бы вас отговорить от покупки малоизвестного бренда в пользу чего-то более премиального, то уже сейчас за сравнительный бесценок ребята из Поднебесной могут предоставить вам реально конкурентоспособный девайс. Об одном из таких сегодня и пойдет речь. Дамы и господа, это Fury Cube ХЗ-94. Ну вообще это наверное читается как HZ, но ХЗ типа смешнее, да. Сразу предупрежу, ролик рекламы не является, я говорю буквально то, что думаю, никакого ТЗ, полный полет фантазии и все такое. Поэтому на мое мнение в этом ключе кто-то даже может опираться. Я целый год пользовался клавиатурой от Drang Deer, это та, которая А75. И не сказать, чтобы был от этого в сильном восторге. Да, это по сути была первая полноценная китайская клавиатура, которая позволяла вам настраивать ход свечей. Да, она при этом была дешевле вутинга. Но даже тех денег, за которые вам пытались ее загнать китайцы на старте продаж, а это на минуточку 13 тысяч рублей, ее совершенно не стоили. У нее был отвратительный софт, некоторые свечи могли со старта оказаться бракованными, и дабл кликать при сильно низком миллиметраже. Ну а главным недостатком для меня выступило то, что в ее основе лежат проприетарные ноунейм свечи, которые невозможно заменить на любые другие магнитки по типу тех же лекеров, рапторов, ну или на короняк оутему. Сегодняшний же наш пациент интересен в первую очередь тем, что он уже способен предложить вам ход свап на любые адекватные свечи, если тех же бюджетных оутему вам будет уже не хватать. Я лично поставил сюда 60-граммовые лекеры от того самого вутинга, и сижу кайфу и тыкая кружочки. Клавиатура сама из себя представляет 94-процентный скелетон довольно компактных размеров, всего лишь на пару сантиметров длиннее Драгдира, при условии, что кнопок тут все-таки больше. Первый неоспоримый плюс этой клавы для меня это конструкция скелетон, поскольку закрытые корпуса я терпеть не могу, их неудобно чистить, да и в целом из-за утопленности клавиш в корпус у меня создается ощущение низкопрофильности, а я люблю выпирающие кнопочки, мне так банально удобнее играть в осу. Также за счет менее глухого корпуса и в частности бэкплейта, клавиатуру слышно намного тише, чем Драгдир, который по сравнению с ней шумит как погремушка. За это тоже, разумеется, плюс реп. Боковое гнездо для подключения кабеля я считаю довольно странным инженерным решением, но в целом провод тоже положили с изгибом, поэтому этого сильно незаметно, но я бы все-таки предпочел разъем, который выходит сверху. Драйвера у нее довольно скудные, можно потыкать всякие там макросы, переназначить кнопочки, настроить довольно слабую, но все-таки имеющуюся здесь подсветку, но стоит сказать спасибо хотя бы за то, что на моменте выпуска мы сразу имеем адекватный работающий рапид триггер без мам, пап и табу кликов. На Драгдире я лично с таким не сталкивался, и как мне сказали многие мои знакомые, мне очень повезло, потому что имея раннюю ревизию, я по сути не испытал вообще никаких проблем. А у этих самых знакомых на нем до определенных прошивок была беда со свечами, некоторые из которых просто в упор отказывались адекватно калиброваться и как следствие работать. Здесь клавиатура сразу нормально схавала чужеродные для нее лекеры, это тоже определенно плюс реп. Это важно хотя бы по той банальной причине, что я настроил очень чувствительный миллиметраж, и к примеру тот же сайпад при таком миллиметраже мог вам выдавать фантомные нажатия, а Драгдир как раз таки дабл кликать. Здесь же вообще все идеально, ноль люфта, ноль фейковых срабатываний с одним но. Изначально у меня на одном из свечей было два или три ложных срабатывания, когда просто я не трогал вообще клавиатуры и у меня могла напечататься буква, которую я не набирал. Но я этот свеч откалибровал, сохранил настройки и после этого проблем не испытывал. В конечном итоге я успел поиграть в ВОЗу три полноценных сессии на этой клавиатуре, и могу сказать, что мне она зашла определенно больше Драгдира. Я не считаю его уж прям совсем ужасной клавиатурой, но я сразу оговорил то, что мой фингерстайл просто несовместим с закрытой конструкцией, и здесь моя жмущая рука наконец-то стала чувствовать себя комфортно. Поэтому я бы советовал присмотреться к этой клавиатуре в первую очередь тем, кто наблюдает за собой схожую проблему. Ну и самый разумеется приятный бонус, это хот-свап на любые существующие в природе магнитки, что тоже для кого-то станет решающим критерием к ее покупке. И все это всего за 77 долларов, что почти в два раза дешевле Драгдира на начале продаж год назад. По сути это ультимативный план. Вы берете эту клавиатуру, берете за 400 рублей на авито два лекера у какого-нибудь добряка, и бюджетный вутинг за 8000 рублей готов. А в сторону Драгдира я бы не советовал смотреть хотя бы до момента, когда они перейдут на унифицированный формат свечей. Но по причине пскудного, можно сказать, почти отсутствующего софта, всем этим китайским клавиатурам до вутинга еще очень и очень далеко. Поэтому, если вам все еще нужны всякие крутые новомодные фичи по типу аналоговых кнопок, которые будут восприниматься компом как геймпад и все в таком духе, то в сторону китайских клавиатур спотереть по-прежнему рановато. Такие дела, ребятки. Не забываем подписываться на мою телегу, где, кстати, ближе к новому году я устрою конкурс новогодних елок, а победитель заберет в нем год осу-саппортера. С вами был Амэр Футурия, желаю вам вкуснейших скоров и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok